дмитрий у вас компания в этом году очень много проектов которые направлены на битубе сферу почему решили делать такой упор стратегии знаете мы давно на эту тему просто делали упор вопрос о том что мы наверное долго пытались понять чем же мы можем быть интересным собственно другим компаниям и наше видение не всегда совпадало как бы с видением мира но просто мы давно дошли до синергии и в этом году просто так случилось что много проектов именно вышло внув большой как бы громкий достаточно продуктовый продуктовое исполнение то сейчас по вашему подходящий момент наступил или просто вот вы к этому времени все окончательно допилили дошлифовали и готовы предлагаться или сейчас какое-то состояние на рынке такое что рынок вот как раз к этому тоже готов оказался знаете это это то есть был всегда был отдел битубе который занимался сочными классическими вещами поставки там подарков каких-то до подарочных наборов или каких какой-то еды для вас в офис да допустим если у вас есть такая потребность но ведь мы поняли что мы можем больше и собственно да рынок нам очень помог потому что естественно за последние там три года изменилось очень много и мы поняли что на самом деле мы одни из как азбука вкуса одни из самых стабильных импортеров и вообще партнеров с точки зрения того что мы можем производить потому что совершенно другие потом поставки цепочки сырья и так далее и так далее и там ну на примере там двадцатого года когда очень многих обвалилась резко импорт у ритейлеров у нас он допустим не останавливался не на неделю поэтому это конечно нам помогло понять что мы на самом деле не просто так для себя это все делали а у нас есть большой запас прочности и мы готовы собственно и на больше чем просто там подождать когда же вы закажете подарочные наборы к новому году корпоративные подарки для ваших партнеров вот у вас сейчас новый формат тестируется менее маркет на одной из азэс но при этом у вас есть на других азэс например представлены просто стойки с продукцией а почему вот так вот дифференцируете ли это тестирование это в принципе просто вы пытаетесь закрыть все ниши которые могут быть знаете наверное все из этого потому что там с одной стороны мы тестировали сначала с одним партнером момент когда есть некий такой мини-корнер да скажем отдельная стойка с нашей продукцией и это нам позволяет дотягиваться до клиентов которые ну который может быть неудобно и не по пути заезжать в наши магазины потом мы поняли что это достаточно успешно и начали эту историю расширять и так случилось что как бы пришел еще один партнер который готов на гораздо больше ему было интересно не просто какая-то стойка а именно большое присутствие нас на их азэс и мы собственно долго думали над тем как в каком формате мы это будем делать и вот пришли к такому а насколько этот проект возможно масштабировать эти как я понимаю это идет речь про азэс в городской черте это все-таки ограниченный набор локаций получается но мы не ограничиваемся честно говоря городской чертой вы как вы могли заметить и сама азбука вкуса не всегда находится в городской черте мы находимся иногда и зам замка дам учиться снова недалеко же пока ну да находимся на шоссе в каких-то торговых центрах и так далее но мы же не останавливаемся на именно за с точки зрения такого мани мини формат мы поняли что мы сделали наконец франшизу о которой давно до говорили мечтали и думали собственно мы по этому формату открыли это этот магазин на за слухой и он не ограничивается исключительно газу oil как бы сказать сферой мы можем точно так же идти фаршизу и в отдельно стоящую и какие-то еще может быть новые форматы а вопрос именно именно в таком то есть никогда не привязывались запах а географически франшиза вы куда-то будете расширять за пределы модель азбуки создана так что как бы 20 примерно процентов сейчас от нашего оборота это продукция собственного производства поэтому я достаточно часто слышал от регионов запрос которые приезжают москву по не хотите ли открыть в азбуку там у нас где-нибудь я говорю если только вы готовы инвестировать в отдельную фабрику кухни которая будет собственно делать все то что мы делаем здесь в москве и в санкт-петербурге без этого азмодель азбука вкуса она конечно не перестанет работать но это будет уже не азбука вкуса то качество которое вы изначально заявили с проект бортовым питанием сейчас в это многие посматривают это что-то уже пробует расскажите подробнее что у вас сейчас происходит и что в планах по этому проекту мы в этом году запустили поставку борт питания в виде сэндвичей мы разработали их под конкретное тезе нашего партнера которые оперируют собственно непосредственно общается с авиакомпании мы при этом умудрились соблюсти все наши стандартные качества и по сырью и по вообще тому как это должно выглядеть при этом добавили еще немного нашего стм в ассортимент того что вы можете на борту купить и мы смотрим на это достаточно позитивно и партнер тоже и мы сейчас обсуждаем возможность поставки продукции для пассажира прямо к борту если вы там видели есть такой парадой проекта у и ресторанов которые находятся обычно уже в аэропорту да и вы можете заказать себе с собой на борт то питание которое вам нравится они есть то что вам предлагают самолете собственно скоро у вас появится при регистрации возможность заказать питание из азбуки вкуса и вы будете есть просто то что вы к чему привыкли там ваши любимые сырники сэндвич или еще что-нибудь еще точно то есть получается тот ассортимент который предлагаете для авиакомпании он есть у вас и в магазинах или или нет дома вообще стараемся мы понимаем что есть как бы запрос всегда на давайте мы на вашей фабрике произведем что-нибудь вот то что нужно нам но это вызывает очень много технических проблем а самое главное мы не мы очень часто не готовы на изменение каких-то стандартов которым азбука так долго стремилась ушла и учила там всех своих сотрудников и но и невозможно если у вас есть там сертификация как у нас изо 22000 там да и отдельная к лаборатория качества мы не можем себя позволить там начинать использовать какое-то сырье которое наша лаборатория считает недопустим поэтому да мы стараемся естественно во всех проектах вообще продавать те продукты собственно которым есть в магазине которым люди наши клиенты привыкли просто меняем количество точек в которых мы до них дотягиваемся и улучшаем им жизнь но получается примерно об этом же и в проектах с кофе в проектах с импортом вина для хорики о которых вы говорили здесь во время выступления насколько большой запрос от коллег по рынку вот именно на вот эти позиции которые скажем так ну наверное уникальные которые вы можете дать вообще это как сейчас выглядит вот в этих всех вещах это вы предлагаете или это скажем так у вас спрашивают оттуда рождается идея что давайте мы вот так ответим как это выходит чаще пока ведь не буду конечно это мы предлагаем рынок алкоголя настолько насыщен разными предложениями что у него ресторанов ни у кого-то еще нет прямо такого что ну чего каков какая-то категория не закрыта но если раньше просто мы тоже оперировали достаточно известными брендами с точки зрения битубе и говорили а приходите к нам и купите виски такой-то который знаю известен всем то теперь мы поменяли как бы эту историю понимаю что во первых этого виски не тогда много теперь вообще в мире найти его трудно но у нас есть прекрасные замены до которые нет настолько известны с точки зрения бренда с точки зрения в качество вкуса там и всей истории бэкграунда они прекрасны просто в россии про них слышали мало у вас получается что магазин так скажем выходит за пределы магазина то есть распространяется дальше какие-то еще быть может прицеливались ниши которые еще потенциально было бы интересно снять может быть что-то такое есть свободно до чего просто пока руки не дошли но было бы интересно попробовать было бы интересно попробовать очень много чего но тут всегда кажется что нужно сфокусироваться наверное на том что запустили только что да и посмотреть как мы можем этот момент развить нам мне кажется за работа с хорикой в первую очередь потенциально интересный очень потому что кроме самого вина и там и алкоголя мы можем предложить опять же и какие-то полуфабрикаты для того чтобы это и не их использовали на кухне и уникальные вещи с точки зрения там паштетов или это мясо которое они также могут использовать и кофе который есть естественно в каждом ресторане даже если он вообще не ставится на кофемашину у каждого ресторана стоит и мы мне кажется что это идеальное решение с точки зрения закрыть как можно больше как бы про своих проблем для директора ресторана одним поставщиком да не заключать себе 10 договоров договоров и не следить там за колик большим количеством поставок то есть это получается примерно вот ваш фокус на ближайшее время я думаю что да спасибо большое удачи спасибо